Также в данном уроке описано несколько интересных деталей, связанных с использованием отрицаний в греческом языке. Во-первых, описана примечательная конструкция, содержащая сослагательное наклонение, которое выглядит следующим образом. Частица у отрицательная плюс частица м отрицательная плюс сослагательное наклонение. Вообще, в греческом языке частица у используется с глаголами изъявительного наклонения, частица мы используется во всех остальных случаях, то есть с глаголами сослагательного наклонения, с причастием, с инфинитивами и так далее. Но в данном случае вот две эти разные частицы соединены вместе и стоят перед глаголами сослагательного наклонения. Данная конструкция выражает чрезвычайно категорическое отрицание в греческом языке. То есть ей не надо переводить «не-не», а ее смысл «точно не», вот «никак не». Ну, пример, которого мы можем посмотреть. Например, Евангелие от Иоанна, 10 глава, когда Иисус говорит про овец своих. Ну, там, 28 стих, там, в 27 стихе говорится, что «Овцы мои голос мой слушают, и я знаю их, и они следуют за мной». И 28 стих «Каго дидами аутоис, взлен айонион, кай уме аполонтай». «И я даю им жизнь вечную и точно не погибнут вовек». Вот это «ума» — это категоричнейшее отрицание в греческом языке. То есть не надо переводить «не-не», если вы переведете «не-не», получится «и я даю им жизнь вечную и не не погибнут вовек». Ну, то есть вот это «две не» в русском языке отрицает отрицание, и получается вообще прямо противоположный смысл. Поэтому вот «двумя не», конечно, вы не имеете права это перевести, это будет серьезнейшее искажение смысла. Нет, вы должны увидеть эту конструкцию как усилительную. Всяческая потенциальная возможность гибели здесь отрицается точно, никак вовек не погибнут. Очень интересно, но во многих сатериологических текстах, то есть когда говорится о Божьем даровании спасения, гибель отрицается с помощью вот такой категоричной конструкции. Поэтому вот как толкователь, конечно, всегда обращайте внимание на вот это вот очень сильное отрицание «о», «мы» точно не погибнут вовек. Еще по поводу употребления частиц «мы» и «уао» в греческом тексте в данном уроке рассказывается о таком интересном явлении, как употребление частиц вопросов. На самом деле при выполнении домашних заданий мы с этим и несколько раз сталкивались, и при обсуждении домашних заданий я несколько раз указывал на этот эффект, но пришло время написать об этом и в учебнике. А именно, в греческом языке, если вопрос не нравится с частицей «у» или с частицей «м» – это риторический вопрос, предполагающий определенный ответ. Если вопрос не начинается с частицы, то это просто вопрос, ну, как вам приведен пример, «суа и хоба силаюсту иудаю» – «ты царь иудейский»?» И да, и нет, можно ответить. В форме вопроса ничего не выражено. Но посмотрите пример из Марка 4.39. «Учитель, ты не переживаешь, что мы погибаем?» И вот это вот «не» предполагает, что ученики ожидают ответ «да». То есть, учитель, «разве ты не переживаешь, что мы погибаем?» То есть, они формулируют вопрос так, что подразумевается, что сейчас ждут ответа «да, переживаю». И это очень интересно, да. То есть, сразу в формулировке вопроса предполагается положительный ответ. Это если частица «у». Если частица «м», то в формулировке вопроса уже подразумевается, что сейчас будет отрицательный ответ. Например, из 1 Коринфянам 12.29. «Мэ пантес апостолы». «Все ли апостолы?» Ну, мы с вами легко можем ответить на этот вопрос. Конечно же, не все являются апостолами. И это мы понимаем не только из наших общих знаний о том, что такое апостольское служение, но понимаем еще и из того, как Павел сформулировал этот вопрос. Частица «м» в начале вопроса указывает на то, что не все апостолы. Но из того, что интересно, может быть, для настоящего времени, каких-то явлений в христианском мире «мэ пантес», «глосиас», «лаусин» из 30 стиха. «Все ли говорят языками?» Та же самая конструкция, та же частица «мэ», подразумевающая ответ не все. Почему на это нужно обратить внимание? Ну, среди христиан находятся те, которые заявляют, что настоящий христианин, но здесь же речь идет о христианах, о божьих дарах, служениях, действиям в теле церкви. Некоторые считают, что всякий настоящий христианин должен говорить языками, что всякий должен пережить знамение, крещение Духом Святым со знамением говорения языками. Но для апостола Павла, судя по тому, как он формулирует вопрос, «так не все апостолы, так и не все говорят языками». Говорение языками – это дар, даваемый Богом какой-то определенной группе людей с определенными целями, а не всем вообще. Ну и еще одно любопытное случай, на который нам можно обратить внимание по поводу того, какие игры в речи бывают. Евангелие от Матфея, 26 глава, 25 стих. До этого Иисус говорит о том, что он будет предан. И 25 стих. «Апокритейз де Иудас хо парадусин аутон эйпан». Ответив же Иуда, предающий его, сказал. А теперь речь Иуда, обратите внимание. «Мэти го эйми рави». «Не я ли рави?» Оно обычно переводит «не я ли». Но вот этот вопрос, начинающийся с «мэ», обозначает, что сейчас звучит отрицательный ответ. «Ведь не я же рави». Иуда, предающий его. Уже у Иуда есть планы, договоренности, все. Но когда Иисус говорит, вот один из вас предаст меня, Иуда говорит, ведь не я же. Из других Евангелий мы знаем, что такой же вопрос задают остальные ученики. «Ведь не я же, ведь не я же, ведь не я же». Все ученики выбирают форму, которая предполагает отрицательный ответ. Все ученики выбирают форму, которая начинается с частицы «мэ», то есть ожидают, что Иисус скажет «нет, не ты». И Иуда в том числе выбирает ту же самую форму. «Ведь не я же рави». И слышит ответ «Лэгэй ауто» говорит ему «Суэйпас», «ты сказал». «Ты сказал» – это выражение несколько раз встречается в Евангелиях. Обычно оно имеет смысл как бы «да», но не в том смысле, который ты имеешь в виду. Вот это вот «Ведь не я же», и Иисус отвечает «Ну да, ты». «Да, ну вот». «Твой вопрос предполагает отрицательный ответ», а Иисус вместо этого отрицательного ответа дает положительный. Так что, когда мы говорим, что предполагается отрицательный ответ, предполагается положительный ответ, то здесь, конечно, нам нужно учитывать несколько факторов. То есть, во-первых, намерение автора, а во-вторых, вот прав или неправ автор, когда что-то говорит. Ну, в отношении там учеников, которые ожидают, что Иисус будет переживать, мы не сомневаемся в их мотивах. В отношении понимания апостола Павла Божьих даров мы не сомневаемся в его компетенции. А вот здесь мы видим вот такую хитрую груду, которые говорят, «Ведь не я же!» И фактически слышат, подтверждают, что «Да нет, вот ты!» Так что, переводя вопросы, всегда смотреть, начинается ли вопрос в частицу «у» или «б». Ну, причем частицы могут трансформироваться, то есть «у», «ухи», возможный вариант частицы «м», «м», «эти». То есть все вот эти вот и «м», и «м», и «у», «ухи», все вот такие вот частицы все равно имеют риторическую силу во форсах.